Перед тем, как дать журналистам микрофон, я хочу дать слово менеджеру Ломы, Эггису Климасу. Скажу так, как есть. Это величайшее ограбление посреди бела дня. Для Хэйни Рождество наступило раньше. Мы не оставим это так. Мы опротестуем результат боя. Запросим обжалование результатов. Потому что кому-то надо положить конец несправедливости. Кто-то должен привести бокс в надлежащее состояние. Справедливость должна восторжествовать. Ведь когда эти судьи выдают какие-то абсолютно безумные результаты, у них нет понимания о том, что оба бойца трудились в поте лица, чтобы подняться, а потом их вот так грабят? Это неприемлемо. Я гарантирую, мы не отпустим ситуацию. Доведем ее до конца. Оспорим это решение. Возможно, у нас ничего не получится. Возможно, все останется на своих местах. Но мы хотим показать, что справедливость должна существовать. Василий, у меня такой вопрос. Когда прозвучал гонг после 12-го раунда? Ты был уверен, что победа достанется тебе? На протяжении всех раундов я контролировал бой. И весь бой я четко понимал, что я побеждаю. Я побеждал. Так что да, для меня это было большим сюрпризом. А что насчет 12-го раунда? Я был уверен в своей победе. Но получилось иначе. Этот бой представляется мне, как огромное событие в мире бокса, и фанаты этого спорта разочарованы тем, как оно закончилось. Что скажешь этим людям? Мы все любим бокс. Мы все уважаем бокс. Иногда такое случается. Иногда происходит. Отец всю жизнь меня учил, что побеждать нужно так, чтобы не оставалось вопросов. Да, побеждать надо без открытых вопросов, чтобы все было ясно. Видимо, сегодня было не все ясно. Может быть, не было доминирования с моей стороны. Я все понимаю. Хэйни не новичок в нашем деле. В боксе. Он хороший соперник. Но нельзя забывать, что я тут не главный. Василий, мы видели кадры того, как ты плачешь в раздевалке. Можешь поделиться тем, насколько тебе было обидно проиграть в этом бою? Да, да. Я просто... Я просто... Я... После этого я произнес речь. Вспоминал о том, как сын звонил за сегодня семь раз и каждый раз говорил. И новый, и новый. Когда я заплакал, я вспомнил это. Очень сложно в этот момент. А что не так со слезами? Когда ты счастлив, то смеешься и улыбаешься. Если ты грустишь, то плачешь. Это просто эмоции. Не вижу ничего плохого. После урона, который ты нанес Хэйни, тебе не казалось, что можешь нокаутировать его в поздних раундах? Или думаешь, он играл с тобой в кошки-мышки? Я не очень помню, но вроде бы у меня был один хороший момент за 10 раундов. Не уверен на 100%, но... Один раз, один раз я увидел, что он оказался в плохой ситуации. Но я понимал, что мне надо продолжать придерживаться стратегии и не отходить от нее. Василий, поздравляю тебя с великолепным выступлением. На какое место можешь поставить Хэйни среди всех профессионалов, с которыми тебе довелось тратся? Линарес, Рассел, Лопес. Где Хэйни среди них? Знаете, что могу сказать об этом? Я хотел бы увидеть бой Ортиза и Хэйни. Было бы очень интересно, но... Если говорить о Линаресе, если говорить о Лопесе, то для меня они лучше, чем Хэйни. Что бы ты изменил в плане на бой? Что бы судьи захотели отдать победу тебе? Если бы Хэйни дал тебе реванш? Хороший вопрос. Даже не знаю. Не знаю. Потому что когда я дрался, то после каждого раунда, сидя в углу, я понимал, так, этот раунд я забрал, и потом, когда пришел 12-й раунд, я подумал, что было бы неплохо немного отзащищаться и отдать ему этот раунд. Мне не нужна победа в нем, потому что я победил в других. В 11 раундах. Не говорю, что я победил во всех, но после 11 раундов я понимал, что по очкам веду я, и... не знаю. Может быть, я не понимаю в боксе.